Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Об оплате налогов, правах и обязанностях налогоплательщиков будем говорить сегодня. В частности, о том, как проводится экстерриториальное обслуживание и для чего предназначены электронные сервисы. В нашей студии заместитель, руководитель управления Федеральной налоговой службы в Самарской области Роман Бодров. Ваших вопросов ждем по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Роман Александрович. Здравствуйте. Что же упрощается для налогоплательщиков в последнее время? Что нового появляется? Чем нам нужно воспользоваться? Да, действительно, нашей службой делаются большие усилия, большой объем работы, направленные на улучшение качества обслуживания наших уважаемых налогоплательщиков. Существует портал, который облегчает взаимодействие с нашим ведомством. На этом портале размещены в достаточном количестве видеоматериалы, документы, а самое главное сервисы, которые упрощают взаимодействие. А сколько всего сервисов на сегодняшний день накопилось? Порядка 39 сервисов. Они разные, они нацелены как на юридических лиц, так и на физических лиц. Также в последнее время очень интенсивно развиваются сервисы для индивидуальных предпринимателей. В июне месяце в промышленную эксплуатацию у нас введен личный кабинет индивидуального предпринимателя. Наряду с ним существует и личный кабинет физического лица, и личный кабинет юридического лица. Они действительно пользуются популярностью, набирают количество подключенных. И что касается самых востребованных сервисов, они у нас тоже присутствуют. Там сотни миллионов измеряется количество обращений за 2014 год. 650, если мне память не изменяет, набрал сервис «Проверь себя и контрагента», который состоит из нескольких элементов и упрощает вообще для наших налогоплательщиков. Ой, какая вот интересная формулировка. «Проверь себя» — понятно, там можно свои налоги. Когда речь идет о контрагенте, появляется какой-то смысл. Вот о чем там, что это за сервис? Ну, по большому счету, всегда же есть сомнения, что за партнер идет с тобой бок о бок в бизнесе. Либо этот новый партнер, либо этот партнер, вот он только недавно появился. И чтобы понимать, что люди-то действительно серьезно настроены на партнерство, можно посмотреть действующее лицо, состав учредителей, директоров. Является директором множественным, чтобы сделать соответствующие выводы о его интересах, скажем так. Но сейчас, если брать личные кабинеты, их три, я повторюсь, у нас личный кабинет физического лица подключено 344 тысячи по области. Это у нас 11 место по стране и 4 место по привозкам к федеральному округу. Показатель хороший. Каждые 10 минут 5-10 налогоплательщиков и физических лиц подключаются. Способ по максимуму упрощен. Для этого об этом я скажу. Существует, значит, несколько способов подключения. Да, ну раз вы сказали, что потом скажете, то скажем. Потом я просто, когда вы говорите портал вашего ведомства управления, то есть это вот в простонародье, так скажем, сайт, да, сайт, сайт компании. Я предлагаю сейчас посмотреть видеоролик, чтобы стало понятно, о чем мы говорим. Ну а потом продолжим разговор. Хорошо. Мы все платим налоги. Мы их платим, чтобы строились детские сады и школы, и наши дети в них учились. Мы платим налоги, чтобы были больницы, и мы могли лечиться. Мы платим, чтобы были дороги, строились дома, заводы, города. Мы хотим жить в нашей стране, и налоги нужны, чтобы она была на карте мира. Платить налоги совсем несложно. Зайдите на новый портал Федеральной налоговой службы. Понятный, удобный и абсолютно прозрачный. Здесь есть все. Простые советы. Как поступать в конкретных жизненных ситуациях. Образцы необходимых документов. Электронные сервисы, которые помогут вам получить необходимые услуги по интернету, не выходя из дома. Добро пожаловать на новый портал Федеральной налоговой службы. Понятно, что пользователей прибавляете. Вы сказали, что в личный кабинет активно приходят люди, налогоплательщики, заводят этот кабинет. Так вот у меня вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы у тебя был личный кабинет? Обязательно ли идти в налоговую службу, в районное отделение или куда-то? Или можно дома с интернета раз и завести его? Ну, отвечу так. Существует несколько способов подключения к личному кабинету. А что такое личный кабинет? Законодательно с 1 июля закреплено понятие личного кабинета. Это теперь не просто наш сервис, это наша обязанность. Поддерживать его в актуальном состоянии для наших уважаемых плательщиков. Это информационный ресурс, который позволяет осуществлять взаимодействие госоргана с налогоплательщиками. Потом, как подключиться к ним? Подключиться можно следующим способом. Первый способ. Придя в налоговую инспекцию, которая обслуживает физических лиц, это не обязательно налоговая инспекция по месту жительства. Это любая. То есть человек, просто находясь где-то поблизости с инспекцией, может прийти туда, подъявить паспорт и свидетельствовать СНН. И в течение 10-15 минут получить реквизиты. Реквизиты это логин, логином будет являться СНН и пароль. Но следует учесть, что именно пароль действует один месяц. Все мы понимаем, что находясь, имея реквизиты доступа к личному кабинету, мы имеем доступ к налоговой тайне. Но в первую очередь своим объектам налогообложения, своими расчетами с бюджетом и прочими вещами. Поэтому в течение месяца пароль это обязательно нужно изменить. На тот, который будет знать только сам налогоплательщик. После подключения в течение трех дней личный кабинет будет наполняться ресурсами со всех инспекций налогов, где этот плательщик стоит на учете по тем или иным основаниям. То есть первый способ это логин и пароль. Второй способ у нас по поручению представителя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, те пользователи, которые имеют реквизиты доступа на портал госуслуг, который достаточно давно функционирует. И при условии, что они эти реквизиты получали лично в полномочных удостоверяющих центрах, Ростелекома, МФЦ, либо Почта России, они с этими реквизитами также могут подключаться к личному кабинету физического лица. И третий способ усиленная квалифицированная подпись. Поэтому этот третий способ позволяет нам иметь в интерактивном режиме состояние своих расчетов, обращаться в налоговую инспекцию, оплачивать налоги. Вот как раз вопрос, который многих интересует, потому что действительно ходить каждый раз на почту или в Сбербанк обременительно и трудно. И уже сейчас такой темп жизни, что хочется вот зашел и заплатил. Личный кабинет позволяет это сделать, оплатить налоги, пользуясь этим темпом? Несомненно, несомненно. Это сделано для удобства. Мы, находясь в личном кабинете, можем увидеть свои начисления. То есть какие объекты налогоблажения у нас, какая земля, транспорт, либо имущество. Увидеть, сколько нам начислили, начислило государство по ставкам. И, соответственно, тут же оплатить, не дожидаясь срока уплаты, которые сейчас у нас едины до 1 октября этого года. То есть нам нужно заплатить за свои все объекты собственности, чтобы у нас не было задолженностей. Если вдруг мы увидели, что объекты у нас, в нашем личном кабинете находятся, они у нас давно сняты, ну, мало ли такое, может быть тоже в исключительных случаях, мы можем тут же, находясь тоже за интернетом дома, направить обращение для уточнения вот именно этих объектов. То есть приложить документ необходимый, который подтверждает снятие объекта. И налоговый орган в течение там установки законодательства срока принимает решение, делая запрос в рекорганы, либо уже исходя из тех документов, которые уже направлены, снимает этот объект. То есть действительно... Больше того, а еще уже обязанность появилась сообщать о вновь там купленных, приобретенных объектах, да? А это как можно сделать? Через личный кабинет тоже или нет? Или в данном случае придется все-таки идти налоги? Можем, можем это сделать и через личный кабинет. Вот такая действительно обязанность заявительной порядки сообщать от объектов существует. И она пока без всяких там мер будет еще существовать. И в 16-м году, когда мы можем заявить о том или ином объекте, чтобы нам потом рассчитали налог. Вот. Но самое главное, самое главное, что всех больше всего беспокоит, вот мы не платим налоги. Нам не пересылают налоговое уведомление. Мы их не видим. Ну, тут либо человек вместо жительства меняет, да? И там происходит, получается, рассылка этих налоговых уведомлений по адресу. Ну, так всякое бывает там. Поэтому с 1 июля, с 1 июля, и эта возможность реализована, каждый плательщик, вот я сам лично, эта возможность воспользовался, может, через личный кабинет своего профиля отправить уведомление налоговый орган о том, что он теперь будет получать все уведомления, все документы, которые в процессе своей деятельности налоговый орган отправляет по Почте России, либо по телевизионным каналам связи, готов получать в личном кабинете. И с этого момента, когда плательщик отправил такое уведомление, спустя 3 дня налоговый орган будет слать в личный кабинет все документы, которые направлены физическому лицу будут. Если это касается начисления за следующий год, в следующем году, вернее, за этот год, то такое уведомление надо до 1 марта подать, и вы в своем личном кабинете будете получать сведения об объектах, на которых начислен налог, соответственно, суммы видите и платежные Очень удобно, потому что вот то, что ждешь вот этих уведомлений, потом идешь на почту, потом обратно вот опять же теряется время. Я хочу сказать, что к нам поступает уже первый вопрос от телезрителей, но время еще есть, звоните, задавайте вопросы по налогам, которые вас интересуют, телефон 202-11-22. Елена, с 2014 года пользуюсь личным кабинетом, хочу сказать спасибо налоговым органам, очень удобно. Здесь же дистанционно через интернет можно подать декларацию. Можно ли подать декларацию, чтобы получить вычет при покупке квартиры? Что для этого нужно сделать? Действительно еще и вычет можно получить через личный кабинет, получается или нет еще пока? Да, конечно, конечно. Используя личный кабинет, мы можем первое заполнить декларацию каким-то способом. Есть специальная программа испечения, которую бесплатно через личный кабинет можно получить, и его используя можем заполнить декларацию, и также через личный кабинет подать декларацию Триндефэл, имеется в виду, в налоговый орган. Даже больше скажу, что через личный кабинет можно ход ее проверки отслеживать. То есть завершилась камеральная проверка, которая там срок 3 месяца. И тут же подать заявление о возврате. Также используя личный кабинет налогоплательщиков физического лица. Действительно, такая возможность присутствует. Она реализована с помощью электронной подписи. Мы, наверное, сегодня о ней тоже поговорим. Да, да, обязательно, потому что вот люди, даже вот я вот поняла, что не только электронная подпись, она еще имеет несколько, так скажем, видов, категорий, да, бывают квалифицированные, неквалифицированные, еще какие, вот что это такое? Для чего она нужна? Как ее получить? Скажу так, да. Все мы знаем, что существует электронная подпись. Она в основном использовалась раньше, ну и теперь используется при обмене юридически значимым документообороте между юридическими лицами и госструктурами, там, банками, торговыми площадками. Но теперь, теперь, с 1 июля личный кабинет физического лица, в личном кабинете физического лица представляется возможность получения ЭЦП. Да, правильно вы сказали, что существует классификация, электронная сферная подпись есть простая, но от нее уже с 1-го на 14-е года мы отошли. Теперь у нас усиленная, усиленная подразделяется на два вида, это усиленная квалифицированная подпись и усиленная неквалифицированная электронная подпись. Это для юридических лиц все? Да, нет, и это для физических в том числе. Просто, в чем разница? Подпись квалифицированная, она имеет более защищенный режим, скажем так, заверения тех документов, чтобы не нарушать их целостность, и которые требуют поставления печати наряду с подписью, потому что подпись удостоверяет документ, печать, подпись. В случае с физическим лицом, стоит отметить, что квалифицированная подпись стоит денег, потому что выдаются судовостряющим центром, которые прошли аккредитацию в структурах на Минкомсвязи, ФСБ. Но это единый тариф или для каждого налогового платежа по-разному? Удостоверяющий центр сам, как правило, определяет тариф. Сюда входит, помимо того, что сама подпись входит, программное обеспечение, ну и работа по настройке. Что касается подписи электронной неквалифицированной, то с 1 июля она введена в действие, и она бесплатная, она доступна всем физическим лицам. Опять же, через личный кабинет мы нажимаем гиперсоцитку профиль. Через профиль мы можем такую подпись заказать, подчеркнув надо, это бесплатно совершенно. И эта подпись будет равнозначена той подписью, которую платежец поставит на бумажном документе. Только единственное, платежец сам выбирает, как он эту подпись хочет получить. Либо это будет храниться в облаке у нашего ведомства, это, скажем так, виртуальный режим ее размещения, для того, чтобы в любой момент с любого устройства можно было ее использовать. Либо, либо, получается, мы ее устанавливаем на свой компьютер персональный. И тут уже, конечно, нам необходимо понимать, что уже эту подпись мы отвечаем за ее хранение мы. Она находится у нас и привязана к личному кабинету. И она только используется в личном кабинете. Заверяется ей обращение, декларация, заявление на возврат, на зачет. И для удобства делается это в читанные секунды. По себе знаю. С того момента, как только такая воздушная появилась, не прошло, наверное, и дня, как я это уже... Вы, жрец, получили такую подпись. Да, да, получил. Да, ну, наверное, чтобы вот все еще раз уложить по полочкам, есть прекрасный ролик, опять же, вот на вашем портале. Я предлагаю телезрителям посмотреть, ну и затем мы продолжим. Личный кабинет налогоплательщика для физического лица содержит много полезных функций для решения вопросов с налоговыми органами. Однако возможности пользователя кабинета существенно расширяются при наличии электронной подписи. С ней вы можете непосредственно из личного кабинета отправлять декларации о доходах, подавать заявления о зачете и возврате денежных средств и решать другие важные вопросы, список которых будет со временем расширяться. Вы можете оплатить и получить усиленную квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России и использовать ее для юридически значимого документа оборота с различными организациями. На многих интернет-порталах, в том числе и на портале ФНС России. Если у вас нет такого сертификата, то с 1 июля 2015 года для юридически значимого документа оборота в личном кабинете налогоплательщика вы можете сформировать ключ усиленной неквалифицированной электронной подписи прямо из своего кабинета. Это значительно быстрее, проще и, главное, бесплатно. Обратите внимание, что с такой подписью можно работать только в рамках личного кабинета налогоплательщика физического лица. В других местах ее применять нельзя. Решите, где вам удобнее хранить ключ электронной подписи – на вашем компьютере или в защищенном хранилище ФНС России. Личный кабинет предлагает сразу два варианта. Независимо от вашего выбора, возможности документа оборота в рамках личного кабинета будут одинаковыми, но имеются особенности при формировании и использовании сертификата ключа подписи. При установке на личный компьютер потребуется специальное программное обеспечение, которое надо скачать и установить к себе на компьютер. Пользователю предоставляется возможность скачать только один сертификат. Поэтому рекомендуется устанавливать сертификат именно на тот компьютер, с которого вы чаще всего заходите в личный кабинет. При необходимости вы сможете перенести сертификат на другой компьютер. Для этого следуйте инструкции. Другой вариант — облачная технология. Хранить ключ электронной подписи в хранилище ФНС. Тогда вы сможете использовать любые компьютеры и мобильные устройства с браузерами, и вам не потребуется устанавливать специальное программное обеспечение. При этом ваша подпись будет надежно защищена. Решили? Тогда устанавливайте необходимое программное обеспечение на свой компьютер или сразу нажимайте «Сформировать запрос на сертификат». Проверьте реквизиты сертификата, введите пароль для доступа, подтвердите свои данные и отправьте запрос. Пароль доступа надо запомнить. В случае его утери необходимо будет перевыпустить сертификат ключа. Через некоторое время, обычно в течение нескольких минут, сертификат будет выпущен, и вы сможете с его помощью отправлять в налоговый орган подписанные документы. Например, для отправки налоговой декларации 3 НДФЛ заполните ее, сформируйте файл, при необходимости добавьте отсканированные прилагаемые документы, подпишите и отправьте. Просто, быстро и удобно. Мы стараемся сделать наше общение приятнее. Ну вот вдогонку к ролику Светлана уточняет, где можно получить эту электронную подпись, где можно ее купить, как она выглядит. Вот действительно, как она выглядит. Такое впечатление у меня личное, что это вот нужно как своя подпись, только в электронном виде или нет? Или что это такое действительно? Все верно. Это цифровой аналог собственной наручной подписи. Если мы говорим про личный кабинет физического лица, получить ее можно, находясь в личном кабинете. Там существует такая возможность запросить эту ЦП, которая будет использоваться в дальнейшем. И, соответственно, как было сказано в ролике, либо скопировать ее на свой компьютер, либо из облака подписывать все документы. Это будет бесплатно. Да, для физического частного лица бесплатно, да? А для юридических уже получается? У нас на сайте размещен, если говорить о юридических лицах, список удовлетворяющих центров, их адреса, контактные данные, по которым можно обратиться и, скажем так, обсудить, сколько будет тот или иной стоить цифровая подпись для того, чтобы осуществлять юридически значимый документ оборот. Понятно. Следующая реплика от Сергея. Не знаю, насколько она к вам относится. Когда в промышленном судебном департаменте телефоны не отвечают, и судебные приставы меняются часто, когда там будет наведен порядок? Вы как-то сотрудничаете с промышленным судебным департаментом, судебным приставом? Или к вашей службе это не имеет отношения? Вот лично я с этим департаментом не контактировал ни разу, не приходилось. Но если говорить о телефоне, по которому можно звонить для любого ведомства, то сейчас, конечно, большие усилия прилагаются из стороны нашего руководства, которые направлены на что? Чтобы был единый номер федеральный, чтобы работали специалисты колл-центра, которые обеспечивали профессиональное ведение всех этих обращений, потому что правильных ситуаций много разных бывает. И на сайте люди, в основном, конечно, находят пояснение по той или иной жизненной ситуации, но зачастую проще иногда позвонить. И привычнее для, вот вы говорите, все-таки вот новшество интерактивное, вот это общение для людей более пожилого, так скажем, возраста, это уже сложно. В нашем регионе, раз уж мы эту тему затронули, в нашем регионе колл-центр, это именно единый федеральный номер, 8800, который бесплатен будет для всех наших налогоплательщиков, можно будет обратиться по любому вопросу и получить профессиональную грамотную консультацию. Да, и в течение нашего эфира тоже есть телефон, выводятся справочные службы, поэтому записывайте. Вот раз заговорили про телефоны, лично вы проводите как заместитель и руководитель приемы граждан по каким-то вопросам? И с чем к вам можно обратиться? И опять же, может быть, назовете телефоны, если вы за телефоном? Да, безусловно. Я веду прием граждан, существует график, по которому можно записаться напрямую. Позвонить можно по этому телефону, который телезритель видит на экране. И записаться, повторюсь, меня зовут Бодров Роман Александрович. Вопросы, которые я курирую в управлении, касаются как раз информационной технологии, информационной безопасности. Он также еще и касается внедрения нашего ведовственного продукта, АИС-налог-3. Но это, скажем так, такая тема узкая, и не всем, может быть, будет интересно. А что касается проблем в подключении, проблемы с получением цифровой подписи, особенностей заполнения 3DFL, в принципе, все эти вопросы я могу осветить. Если требуется лично при этой встрече, то, соответственно, никаких сложностей в этом нет. Ирина Георгиевна воспользовалась моментом, задает вам телефон сегодня интерактивно. У меня нет компьютера. Будут ли дальше присылать нам квитанции на налоги по почте? Вот видите, люди уже переживают, что эту систему свернут и только на интерактив переведут. Уважаемые телезрители, как мы раньше работали, отсылая уведомления вам, уважаемым, по почте России, так мы и будем это делать. Но если вдруг вам захочется получать в личном кабинете, вам необходимо будет отправить наш адрес уведомлений. Опять же, используйте личный кабинет. Если вы этого не сделаете, либо если потом передумаете получать личный кабинет, можете просто отказ, уведомление об отказе послать. Но альтернатива всегда есть. Или так, или так. Да, конечно, безусловно. Также по почте России будете получать на свой адрес. Напомню, что у нас тема сегодня налоги. Вот Геннадий, извините, Михалыч, задает такой вопрос. Но вот опять же, к вам он, наверное, не имеет отношения. Есть ли народный совет в солнечном микрорайоне? Ну вот даже не знаю, что сказать. Очень такой интересный вопрос. Народный совет, наверное, имеет ввиду какой-то... Ну вот сейчас вот районные какие-то советы, в микрорайонах советы создаются. Вот власть идет в народ, ближе к людям создаются советы общественные. Вот я думаю, что это имеется в виду это. Ну вот вы у нас по другому сегодня поводу. Поэтому напомню еще раз, что тема налоги. Пожалуйста, еще есть время по налогам есть. То вопрос издавайте. Ну вот, следующий вопрос. Ирина, получила налоговый конверт на оплату квартиры, машины, дачного участка. А как же оплатить эти налоги через интернет? Нужно ли 1 октября или же можно сейчас? Конечно же. Срок у нас оплаты имущественного налога до 1 октября. Он единый. Оплатить можно несколькими способами. Если у вас есть личный кабинет физического лица, вы можете использовать его для оплаты. Если такого сервиса у вас еще не подключен, то, соответственно, вы можете либо в банке это сделать, потому что документы на оплату у вас на руках, в конверте они предложениями идут. Но также, если вы посчитаете нужным и хотите сэкономить свое время, можно это сделать также через сервис, который не подразумевает подключение к личному кабинету. Оплатить налоги. Там, если у вас есть утруднения с выбором реквизита, там программа вас поможет в этом отношении. И заполнить документ платежный не состоит труда. Следующий вопрос от Владимира Алексеевича. Транспортный налог мне не присылают уже третий год. Можно сделать так, чтобы квитанции все-таки приходили? Оставил свой конкретный адрес и сказал, что это налоговое советского района. Да, я адрес обязательно возьму. По этому поводу мы посмотрим, по каким причинам не приходит уедомление на этот объект имущества. Тем более, что сейчас, после того, как появилась обязанность, это же потом будет уже проблема налогоплательщика. Можно налоговую инспекцию и показать, что у меня есть автомобиль, который у меня не облагается. Ибо облагается, но почтовое отправление уходит на старый адрес. Такое иногда, к сожалению, случается. И эти документы, которые в подтверждение будут предъявлены, мы скорректируем в базе. Максим зарегистрировался на портале Госуслуг. Ключи прислали через почту в конверте. Поможет ли мне это подключиться к личному налоговому кабинету? Или нужно же все-таки идти в инспекцию? Повторюсь, если мы с вами имеем реквизиты доступа к порталу Госуслуг, госуслуги.ру, и эти реквизиты нам пришли по Почте России, не лично мы их получали в удостоверяющем центре, повторюсь, это как ЕМФЦ, Рост целиком, и, соответственно, Почта России. Но там не получают люди письма, а реквизиты получают. А когда вам приходит письмо, почтовый ящик, то все мы понимаем, что это письмо содержит реквизиты, через которые можно получить доступ к налоговой тайне. Поэтому мы такую возможность исключаем, чтобы кто-то этим воспользовался, не дай бог, в своих каких-то целях. Поэтому только если вы лично их получали в удостоверяющих центрах, только тогда вы можете авторизоваться и в личном кабинете физического лица. Вот если человек только решил заняться собственным бизнесом, вот ему стоит заводить личный кабинет индивидуального предпринимателя, вот как действовать, если он только вот задумывается организовать свой бизнес, начать, или подождать все-таки? Нет, безусловно, для людей, которые хотят заняться своим бизнесом, есть такой сервис, личный кабинет индивидуального предпринимателя. С июля он введен в промышленную эксплуатацию. Те физические лица, которые имеют доступ к личному кабинету физического лица, соответственно, могут уже использовать свои реквизиты, заходить в личный кабинет предпринимателя. И смотреть, какую систему налогообложения им выбрать. Онлайн-помощник определит, какая система будет более приемлема. Это либо УСН, либо это ИНВД. И все вот эти вот типовые вопросы, которые часто задаются, они на сайте у нас освещены. Если все-таки оно решение, скажем так, уже будет принято, я, безусловно, всем советую такой личный кабинет предпринимателя создавать. Там можно также будет в оперативном порядке взаимодействовать с налоговыми органами, смотреть состояние расчета, заказать выписку из ЕГРИП, сделать зачеты, возвраты, напоминание сроку будет происходить. То есть это будет помощником, тем более начинающим предпринимателя. Сам интерфейс личного кабинета юридического лица, но используем реквизиты для доступа к физическому лицу, потому что, по сути дела, предпринимательство – это физическое лицо. И вот мы еще заявили такую тему, как экстерриториальное обслуживание. Вообще для кого это актуально? Что такое экстерриториальное обслуживание? У нас очень немного времени, раз уж мы заявили, просто несколько слов. Да, да, да. То есть мы, если говорим об обслуживании, мы сервисная компания, то люди, находясь в любой точке нашей страны, должны иметь возможность получать информацию именно о себе, не важно, где он находится, надтерриториальный признак. Это что означает? То, что мы, зайдя на портал, имея реквизиты доступа, можем из любой точки страны получить качественные, в том размере, который необходимы, услуги. Сервисов много, пользоваться можно везде на планшете, в самолете, если, конечно, там еще разрешат. Вот это как раз и называется экстерриториальное обслуживание. И оно у нас тоже есть в УФНС по Самарской области. Спасибо большое за то, что пришли. Роман Александрович, ответили на вопросы телезрителей, на мои вопросы. Всего хорошего, успехов в работе. Спасибо вам за внимание и активность. До свидания. До свидания.